Мы помним, с чего началась эта неделя, но мы знаем, знаем, каждый из нас знает. Мы же хотим, чтобы она закончилась очень конкретной вещью, чтобы в эту субботу, тоже ночью субботного воскресенья по нашему времени, Конгресс США принял бы вот этот пакет помощи Украине. Мнения по этому поводу разделились. Мнения экспертов. Я сам не эксперт в американской политике. Одни считают, что да, это будет вынесено на голосование, что уже состоялся сговор между демократами и Майком Джонсоном. Другие считают, что все это разводка, чтобы устроить очередную проволочку, специально перенесли на последний день, чтобы как-то не успеть по техническим причинам проголосовать, потому что замучились в комиссиях, бла-бла, поправки. И, значит, снова конгрессмены уходят на каникулы, не приняв пакет. У меня мнения на этот счет нет. У меня есть только страстные желания. Я, наверное, никогда давно, по крайней мере, давно никого так не хотел, как хочу Майка Джонсона, который выносит на голосование этот пакет и конгрессы, который его принимает. Но результаты я оглашу в воскресенье на стриме в 19.00. Не знаю, стрим будет веселый или печальный у нас. Не знаю. Но в любом случае, чтобы туда попасть, надо подписаться. Сейчас внизу. Если на каком бы канале вы это не смотрели, внизу будет надпись. Подпишись на канал Шительман. Собака Шительман. Кликнули, поставили подписаться или сабскрайб. Нажали колокольчик, чтобы не пропустить ни один стрим. А пока загадка для наших постоянных зрителей, кстати. Пока вы ставите лайки. Вот посмотрите, видите, картина у меня. Это же я гостиница, как вы догадываетесь. Я не с собой эту картину привез. Но те, у кого зоркий глаз, можете понаблюдать, что за пейзаж мне повесили в гостинице. Я вот думаю, они издеваются или подмываются, когда я увидел этот пейзаж. Причем пейзаж, зараза, приколочен просто каким-то гвоздями и приклеен эпоксидкой. Отодрать его невозможно. Причем отодрать ни в каком. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Ничего не смог сделать я с этим пейзажем. Какие-то провокаторы. Они, видимо, знали, что я здесь буду жить. И устроили мне вот прямо вот такое. Смешно, да? Ну, попробуйте угадать страну, в которой вывешиваются такие пейзажи. В комментариях пишите, в какой стране Шеталиман записывает Шеталиман за неделю. Результаты будут оглашены через неделю, когда я отсюда уеду. Вот. Вы узнаете, где все это происходило и кто такой. Господи. Господи, спаси и сохрани, да, как говорится. Чего только не повесят здесь на стены в гостинице. Я даже специально так, видите, сижу не в самой удобной позе, чтобы попало в экран. Вот эта штука. Не, ну у меня правда истерика. Когда я как зашел в комнату, говоришь, что? Причем правда, честное слово, это единственное украшение этой комнаты. Просто единственное. То есть, больше ничего нет. Вот прямо взяли и так нарочито издеваются. Ну вот. Над Майком Джонсоном же нарочито издевается наша бывшая соотечественница. Бывшая наша, не Маша, а соотечественница. Конгрессвумен Спарц. Это я пытался выговорить слово, словосочетание Конгрессвумен Спарц. Конгрессвумен Спарц, Виктория Спарц, знаменита тем, что она родилась в Украине, насколько я помню. Вроде бы. Правда? Вроде бы родилась в Украине. Но это то, чем она, собственно, знаменита. Уроженка Украины, Виктория Спарц, она подала в законопроект о финансировании Украины правки, которые сокращают часть военной и всю финансовую помощь. Значит, правки, которые она подала, предлагают исключить из законопроекта положение, связанное с программой PDA, то есть, передавать оружие непосредственно со складов американской армии, а это 7.8 миллиардов долларов, то есть, из шестинец она предлагает 7.8 сократить. Еще две правки, значит, исключить, запретить президенту США превращать кредит в подарок, то, что Джонсон предусмотрел. Дальше. Убрать 481 миллион долларов финансированием Минздрава для беженцев, запретить использовать средства по программе FMF, заказ оружия непосредственно у производителей на нужды союзника США. Вот так отказывается она. Ну и к тому же отказывается поддержать финансирование не военное, то есть, то, что нам в качестве экономической помощи. Вот такие у нас бывшие соотечественники. Кроме как бывшие, ничего по-другому ты и не скажешь, однако. А вот директор ЦРУ, все-таки не зря я так уважаю эту организацию, выступил перед конгрессменами и сказал, что Украина может проиграть до конца года, если конгрессмены не одобрят помощь. Директор ЦРУ Уильям Бернс выступил в четверг, четверг был вчера, то бишь ночью, в конгрессе со строгим предупреждением для законодателей, если вы не одобрите помощь сейчас, то Украина проиграет войну до конца года. Призвал принять дополнительный закон, который бы выделил миллиарды на военные усилия Украины. С толчком, который даст военную помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне. Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или, по крайней мере, поставить Путин в такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического регулирования. Да, мы это знаем, нас Зеленский предупреждал, Зеленский нас, а Бернс, директор Бернс, извините, директор ЦРУ предупредил об этом теперь конгрессменов. Ну, кстати, в чем прав? Как практически, так и психологически военная помощь нам поможет. Мне поможет психологически. Спасибо, господин Бернс. Политику считают, что это самое решительное предупреждение о войне со стороны поставленной представителя администрации США. Бернс говорит, речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индотихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники наши надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры. Ну, а тем временем у самого Джонсона, это последнее, что я сегодня скажу про этот, что вам дальше не буду загадывать, появились неожиданные союзники. Вот, кто это писал? Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Таймс. Джонсон had a tough job, мистер Маккарти's concession are making it tougher. То есть, что у Джонсона говорит, у Майка Джонсона, очень сейчас тяжелая работа по принятию этого пакета, но еще сложнее эту работу сделал его предшественник на посту спикера Палаты представителей Конгресса, Маккарти, который изменил там всякие правила, фигавила и так далее. Не буду туда лезть, но, в общем, в результате уже понадобилась помощь демократов, чтобы этот пакет попал на стол для голосования. Потому что, если раньше председатель как бы, вот был от республиканцев, грубо говоря, председатель, он себе ставил своих людей, что называется, в комиссию, которая решает, что там куда выдвигать, какие законопроекты. Вот, но, но, значит, что произошло сейчас? Комитет по вопросам регламента Палаты представителей. То есть, комитет по вопросам регламента, это, собственно, что выносить на голосование, что не выносить. Там нашлись три республиканца абсолютно антиукраинских. Чипрой от Техаса, Ральф Норван, Норван, хотя он похож на Норван, но Норман от Южной Каролины и Томас Масси, про которого мы уже упоминали, из штата Кентукки, кролик из Кентукки, да, Кентакки Фрайт Масси. Которые проголосовали против того, чтобы этот пакет шел. То есть, они в комиссии проголосовали против того, чтобы пакет шел. Но там нашлись три демократа, которые взяли и проголосовали за. А без голосов демократов рассмотрение проекта стало бы невозможно. Это, в общем, новость. Прямо новость такая, что демократы уже в комиссии должны поддерживать Майка Джонсона. Хотя большинство вроде у республиканцев, но Майк Джонсон не способен какой-нибудь пакет от лица республиканцев выставить сам без демократов. Такого рода объединения партий в комитете не происходило за все время моего пребывания здесь, сказал конгрессмен Дэн Килди, который служит в Конгрессе уже более 10 лет. Он отметил, что этот шаг является беспрецедентным. Поэтому вот так финальное голосование за законопроекта должно состояться до вечера субботы 20 апреля. Чего мы нам всем, конечно же, и ждем. Субтитры создавал DimaTorzok